Участники 11 акций протеста в Хабаровске начали требовать отставки президента, ему дали срок до 1 сентября. Как уже и говорилось ранее, в город прилетел назначенный накануне Путиным временно исполняющий обязанности губернатора ЛДПРовец Дегтярев. ЛДПР думали, что они на коне, что они управляют протестом, но не тут-то было. Кого-то, возможно, и можно обмануть, но основной народ, устав от всего этого слива протеста, открыто выступил за отставку Путина. И ведь реально такой лозунг должен звучать на каждой акции протеста, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Власть наплевала на народ, все прекрасно понимают, что результаты голосовалки Путина по поправкам сфальсифицированы, что обнуление Путина явно незаконно. Олигархат продавил все эти инициативы, открыто наплевав на каждого из нас. Кто не угоден, кто хоть как-то пошел против системы, должен быть раздавлен, растоптан. Хабаровчане выступают за возвращение Фургала, мы по-разному относимся к этой личности, но не можем не учитывать мнение народа. Естественно, Фургал это только фигура, олицетворяющая борьбу с этим режимом. Некий толчок, который дает народу сил. Основная причина всех этих протестов усталость от Путина и от его олигархата, который кровожадно высасывает все ресурсы страны. Путин, некогда казавшийся сильной личностью, превратился в слабого руководителя. Каждый понимает, что им крутят, как хотят. Ну или он сам дошел до того момента, когда почувствовал себя царем. Бедность, которую он создал для того, чтобы легче было управлять населением, дала обратный эффект. Они, наверное, думали, что в россиянах до сих пор играют те рабские гены, которые были при царе. Но времена меняются. Рабское мышление уходит в небытие. Почувствовав хоть раз вкус свободы от своих князей и баринов, народ не захочет возвращаться в откровенное рабство, которое царило в те времена. Таким образом, они проигрывают и сейчас у народа есть шанс требовать свои права и свободы, которых нас лишили. Ну и немаловажную роль в народном протесте занимают полицейские и другие силовые структуры. Как они действуют в Хабаровске, мы видим, они не решаются идти против народа. Но есть те, кто просто позорит свое звание. Например, сотрудник новосибирской полиции через суд потребовал выплатить ему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за оскорбление, услышанный в свой адрес от местного активиста при его задержании в ходе одиночного пикета. Ранее ответчику уже был назначен судебный штраф, а теперь вот моральный вред. Как сообщает Тайгаинфо, Алексея Баранова задержали на площади Ленина в центре Новосибирска при попытке провести одиночный пикет. Уточняется, что выйдя на площадь, Баранов не успел даже развернуть плакат. В задержании активиста участвовали сразу семеро сотрудников полиции, работу которых контролировали еще и их коллеги в штатском. Позже Центральный районный суд оштрафовал активиста на тысячу рублей. Теперь все тот же Центральный районный суд будет разбираться с гражданским иском, с которым против Баранова выступил капитан полиции Евгений Скубко. Капитан указал, что при задержании услышал от ответчика публично многократно высказанную грубую нецензурную брань в свой адрес. Скубко считает, что тем самым Баранов дал в неприличной форме отрицательную оценку ему как представителю власти. Для подтверждения своих слов полицейский указал на материалы закрытого уголовного дела. Сам активист не отрицает, что действительно мог выругаться в момент, когда один из полицейских ломал ему руку. В материалах уголовного дела фигурировали показания случайного свидетеля, который шел мимо и увидел, как молодой человек кричал нецензурные слова, которые являются оскорбительными для любого человека, а особенно для сотрудников полиции. Но что здесь сказать? Граждане полицейские, неужто вы такие нежные, что не переживете нескольких бранных слов? Во-первых, возмущает факт задержания одного семерыми сотрудниками полиции. Во-вторых, на мой взгляд, этот капитан позорит честь своего мундира. Что это? Жадность дать денег или своеобразное самолюбие? Думаю, что что-то третье. Желание за бедного пикетчика получить очередную звездочку, как будто этот капитан поймал опасного преступника. Пишите комментарии, делитесь в социальных сетях, распространяйте ролик. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok